В губы на Радио Энерджи. Компания, яхтинг, Фил, кстати, был впервые, это мой же четвертый поход, Фил был впервые. На яхтах? Да, да, да. Фил, скажи хоть что-нибудь, будь ласка. Да супер, море, солнце, такой вид, такие краски, такие запахи, вкусная кухня, это Италия. Много вина. Много вина. Очень много вина. Очень много еды. Я просто чувствую, как слушатели, которые нас сейчас слушают где-то в авто, в доме или на работе, поглядают за векно и думают, какие добрые парни сейчас в эфире Энерджи. У нас тоже отличная погода. Сколько вы были в Италии? Неделька. Вам цеху вистачило для того, чтобы отдохнуть, набраться сил, с новыми силами прийти до работы, до концертов? Я вообще только начал в себя приходить, потому что я вчера грустил вообще. Грустил и смотрел крестного отца. На ночь я не мог уснуть, там Сицилия, все дела. То есть Италия на тебя вплынула? Да, мы же были на острове Сицилия, вокруг острова ходили. Да, на меня действует отдых очень интересно. Я и набираюсь энергии, да, и сил, и в то же время я сильно вообще могу уйти в себя и сильно расслабиться. Продолжая твою мысль, я вчера смотрел мумию, и к тому же я облажу. Да, я сгорел в первый же день. А что ты работал? Да, собственно, ничего. Мы остановились на каком-то острове, по-моему, вулканах. Вулканах, да. Да, и буквально прошлись к пляжу. Ну, не то что-то, мы постояли с Димой, пообсуждали, я не знаю, баскетбол, музыку. Просто покупались, вернулись. Дима упустила джеллифиш за ногу. Вот повернулась из Италии, джеллифиш, да Мадуза, ну скажи, что матранс заспевал. В нашей команде был британец. И в любом случае, а, еще было классно, еще были вот эти всероводородные ванны. Ужас, вонючая фигня. Маму не выветрился до конца поездки. Не, ты представься, 33 градуса вода, он пахнет как будто, ты понимаешь. Все люди мира в одном месте. О, Боже, и вы там купалися постоянно? Нет, там надо было 20 минут посидеть, потому что это как в сауне, там есть часы, и ровно 20 минут надо сидеть. Чтобы шкира відошла, оце, поскрабитись, да? Да, да. Мы хотели пройтись погулять, но один человек нас туда потянет. Да, да, да. Слушайте, ну вы отпорщиваете тоже разом, а как вы вообще это переживаете? Так случайно. Не набридло один одному еще? Мы не планировали, так случайно. А, то есть вы только в Борисполе и узнались, что были лететь вдвох? Ну почти. Сюрприз был. Ну и сегодня будет много сюрпризов в губы. Гуртка Днай, хлопцы, я подготовилась, потому что очень много девочек мне отправляли информацию про вас. Что вы делаете, и кто вы, и как вы. Поэтому мы будем сегодня все проверять в губы гуртка Днай. Мы скоро вернемся. В губы гуртка Днай, это когда мы разбираемся, кто, звездки, пришел к нам. Из какого проекта, когда это было, как познакомились. Да, 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 Дима. Вот это мы, как говорится, вспоминаем все. Я пока отдохну. Это такая длинная история. Фил может расслабиться. Я вот, бачу, взяла целый ноутбук, потому что информации очень много. Итак, Дима, я помню тебя, ну ты понимаешь, звездки, фабрика зерок. Да. И вообще, когда я тебя впервые... Я так понимаю, что шанс ты не смотрела. Я смотрела шанс, я еще до него не дійшла, до твоего шанса. Вот я. В общем, кстати, ну такое украинское слово, кстати. До речи. До речи, Фил, ты дивился фабрику зерок, або шанс, когда там брав участь, Дима. Конечно, шанс. Самая была топовая программа на то время. Дивилися уси, я так понимаю. Да, да, да. И ты в том... Сколько тебе было уроков? Я не знаю, я был в школе. Это была единственная программа на то время. Ну, такая, когда запаливали зерок. Да. Ты прошел и шанс, и фабрика зерок, и фабрика зерок суперфинал в тебе была. Ты как пригадываешь эти часы? С посмешкой, або так, ну и было, и было. Слушай, это такой огромнейший отрезок времени в моей жизни, огромнейший. Первая фабрика, просто я начал работать с продюсером, и, в принципе, мама, как женщина мудрая, сразу мне посоветовала не идти туда. На фабрику зерок? Сказала, сынок, не надо. Но ты впервые пришел и... Ну, я пошел, да, потому что я в этом видел свое будущее, и мне казалось, что это вот тот шанс. Хотя я на самом деле не понимал, мне было 17 лет, мне даже 18 не исполнилось. Это был ужас. Первая фабрика ужас. Честное слово. Это аквариум, это невозможность выйти куда-либо, это отсутствие отрезанности от всего мира. Это как в заключении звонки домой по 2-3 минуты. Ну, то есть полный трэш. Вообще трэш. Ты жалкоешь про тот час, когда ты был на фабрице? Або для тебя был який этап, новый, первый этап? Это был, безусловно, этап жизни, но он был такой очень пробный, очень шаткий. Единственное, что я познакомился с большим количеством талантливых людей, но все равно я не могу сказать, что первая фабрика дала мне просто возможность показать себя. Я, наверное, на то время даже этого не понимал. Я к этому относился очень легко, просто я не писал музыку, я до этого участвовал в группе, но у меня не было какого-то прям супер невероятного вообще, знаешь, такого желания, как люди очень целенаправленно идут. Я абсолютно, я первую неделю вообще закрылся, я не хотел ни с кем общаться, потому что я такой очень, знаешь, закрытый в себе человек. Мне не хотелось видеть и просыпаться рядом с этими людьми, я тебе честно скажу. А с кем ты спілкуешься вот сегодня, например, с фабрикой звезд? Даша Каламинец, Даша Астафьева, попытаюсь вспомнить еще кого-то, не помню. Улица Бульская. Ну, с кем бачишься, ты с тим и спілкуешься, я так понимаю. Ну, на самом деле, ты знаешь, я анализировал и понял, что фабрика звезд вообще и первая из суперфиналов, которая участвовала, она вообще подарила Украине огромное количество талантных артистов. Но в 14-15 сроках ты уже казался, чтобы ты была рок-группа. Да, она называлась Криоген. Криоген? Криоген, да. А Билл не знал про это, я так понимаю? Билл знал. А-а-а. Губы. Криоген в губы. На самом деле, это ничего не значит, абсолютно. У нас там первые записи, мы все тащились очень по группе Ария, я слушал группу Слепнот, Рамштайн, Сипультура. То есть самый такой... Але я так понимаю, я так понимаю, что история рок-гурта твоего закинчилась, когда ты пришел на фабрику Зерок. Ну, по сути, да, мы из группы записали первый альбом, он назывался Приход. Как это назывался? Приход. Вот, этот альбом, к сожалению, не произвел такого сумасшедшего, нереального фурора в мире музыки, как нам хотелось, потому что он ужасно был записан, это был просто треш. Ну да, парни меня потом поддерживали, безусловно, серьезно, они приезжали в Киев, поддерживали всем сегодня. Зробим перерыву и будем переходить до Фила. Фил, я знаю, что ты боишься воду и рыб. Ты боишься воду? И рыб? И рыб, да. Я только попрошу тебя больше голоснее до микрофона, потому что мы тебя очень плохо чуем. Еще голоснее. Давай. Губы. Да, конечно же, я боюсь и рыб, и вообще всей живности морской. И вы только прилетели из отдыха, где была и вода, и рыба. Как ты это пережил? Да спокойно, на самом деле. Ну, когда 12 человек, еще и знакомых, товарищей, как-то не хочется падать. Я думаю, что ладно. Но я так с опасением. Ну блин, мне просто это не нравится. У меня есть такой грешок. Так, добре, мы зрозумели цей грех. А у гуртка Днай ты напросился сам, насколько я знаю. Это правда? Если честно, я не помню. Ну да, возможно. Я начинал вообще... На днях, кстати, вспомнил, вот говорили с ребятами. На днях вспомнил, почему я вообще начал музыкой заниматься. Чему? У меня же пошел мой внутренний конкурс. Я, побывав в лагере пионерском, я наслушался всех бардовских треков, всех этих песен и подумал, что, блин, на следующую смену я обязательно приеду и сыграю что-то достойное. Я после этого приехал, зимой мне родители подарили, мама мне подарила гитару мою первую. Притом так, я говорю, мама, купи гитару. Ты точно уверен? А у меня не было никаких предпосылов к этому. Я говорю, да, и она мне подарила. Год я снимал Тину Кароль. Я до сих пор снимаю Тину Кароль? Да. Не знаю почему. Давай, чтобы наш слухачий зрозумел, что значит ты снимал Тину Кароль? Снимал партии, гитарные партии. А, все, теперь мы зрозумели, ты снимал, может, ты оператором был. В общем, история такая, что в лагере я все-таки и не вернулся, и мало кому сыграл, кто был на лагере. Но в любом случае это меня подстегнуло, я почувствовал себя гораздо счастливее с музыкой, гораздо счастливее с гитарой, с музыкальным инструментом. И вот как-то вот после этого все и началось. Ты много нашим артистам пишешь? Да, немного, но да. Ну, каким артистам ты пишешь песни? Заканчиваю Na'Vi. На'Vi? Да. А були? Олег Захарчук. Давай голоснейший, я тебя прошу. Захарчук. О, я думаю, давай. С нашим все. Ага, а кому еще? Не буду говорить. Ну, хай ты залишишься секретом. Ты учился на журналіста. И навіть зараз ты працюешь на Украинском телебаченні музичным редактором. Я думал, ты скажешь, и даже сейчас ты меня оцениваешь. И ты працюешь музичным редактором. Да. Як ти встигаєш все? Сложно, поскольку необходимо мое ежедневное нахождение на канале. Но, блин, это музыка. Я от этого кайфую. Я все-таки там музыкальный редактор. И непосредственно работаю с тем материалом, который мне очень нравится. Которым я плаваю, как рыба. И я просто счастлив этим заниматься. И силы трачу с горой. Все, что есть, то и трачу. И получаю от этого максимум удовольствия. Так, Дима. Дима, привет. Привет. Ты граешь за баскетбольную команду Соломинка. Боже, откуда ты? Ты глубоко копнула, да? Я, я вмію. Вы знаете, я вмію. Да, Соломинка, да. А Фила, ты не граешь в баскетбол? Только на приставке. Так, я зрозуміла. Дима. Хотя мы пробовали в Латвии. Мы, да? Да, чуть играли, да. Два года назад. И что, с этого вышло? Дима, сложно. Дима, який в тебе зритель? 193. Так, и я так розумію, что ты уже давно граешь у баскетбольной команде Соломинка? Да. Соломинка? Да, да. И сколько роков? Я поселился напротив Южного вокзала. Давным-давно пришел на баскетбольную площадку. Меня завербовали в команду Соломинка. А взагалі, там знаешь, что ты артист? У меня есть кубки. У меня есть медали. Лучший защитник. Ты серьезно это кажешь? Да, я серьезно говорю. Это серьезно в тебе стоит? Потому что у меня даже однажды в жизни, в принципе, выбор стоял между баскетболом и музыкой. И ты обрав фабрику зерок? Да. Но параллельно все это поедет. Хорошая реакция. Ну, не все. Правда то, что ты нашла? Ну, давай. Ну, теперь расскажи, где правда, где нет. И мне все вкусно готовили. Ху, спасибо. Мы на яхте готовили. Очень вкусно. Вообще в Италии, знаешь, хлеб маслом намашу тоже вкусно будет. На свежем воздухе. Да, я очень мечтаю однажды, там, открытие, фанат. Я очень много смотрел, пересмотрел все выпуски Гордона Рэмзи, там, Хеллс Китчен, как он там ресторанам приходил, помогал. Да, мне очень нравится готовить вообще с продуктами, работать. Очень нравится таким образом доставлять людям удовольствие. Ну, а все же таким решили открыть свой ресторан итальянской кухни? Да, я очень хочу. Именно ресторан итальянской кухни, именно какой-то этнической, крутейшей. Как мы были на Сицилии, у них, например, оказывается, я думал, что паста или лазанья. На Сицилии, оказывается, это пицца 4 сыра. Куда едут все за пиццей 4 сыра, и она там божественная. Ой, друзья, у нас будет небольшая перерва, мы поговорим про ежу и будем пить воду. Мы скоро повернемось в губы сегодня каднер. Ну, мне кажется, все просто, все зрозумело, да, хлопцы? Гурт каднер в губы сегодня. Скажи, бажание ты загадываешь? Ну, смотрите, у меня есть одно вопрос для вас. Одно. Если вы не отвечаете, то вы выполните мои божания. Если вы отвечаете, я выполню ваше божание. Все просто. А в губы. А что вы хихикаете? У меня уже в губы было с клипмейкером Леонидом Колосовским. У него было такое божание, что я могу сделать. Я ему програла. До речи, сейчас у нас эфира в Energy Ukraine, в нашем инстаграме, тому будете дивиться, кто из нас будет выполнять божания. Итак, вопрос, которое захвилювало всю женскую аудиторию. Чи есть у вас девчата? Так. Да. 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 Дима. Как свободен, как птица. В тебе нет девчины. Фил. Да. Ты тоже? Да. Да. Ты свободный? Нет. А, в тебе есть девчина. Да. Я не думала, что это будет так просто. Так. А что ты хотела? Загадки какие-то? А ты не знаешь? Я взагалі планувала, что вы будете выполнять мое божание, потому что в каждом интервью вы скажете, ну, это особистая жизнь, это наша особистая территория, и мы не будем ответить. Мы к тебе очень хорошо относимся, поэтому рассказали, понимаешь? Это эксклюзив. Такая приятная, добрая, теплая. Эксклюзив. Хлопцы, что мне нужно делать? Я готова услышать ваше божание, которое мы будем так, раздягаться. Галыч меня раздягал. Добрый вечер. А будут наши песни еще в эфире? Ха-ха-ха-ха. Ви хотите замовити песню в эфир? Я хочу танец заказать. А, под ваш трек? Может на столе? Давайте вирішимо треки ваших в нас есть. Отлично. Тело уже было. Було. Так. Что было, то загуло. Ставим новый трек. Новый? Який? А что есть? Багато чего? Багато чего. Та любый. Так мы с этим будем разбираться поза эфиром, так? И в Инстаграме вы все побачите, друзья. Заходьте Energy Ukraine. Я буду виконувати бажание гурта Кадднайн. Да? Угу. Давай, давай. Что такое контент? Что такое контент? На полу? Так. Так, да? А бедрами? Да, бедра, бедрами. Довели меня уже. Я сейчас уже начну, когда это начнется. Это возможно. Эй! Все? Тебе начали писать шки. Это? Ну, был вообще один. Начнется. Да, сейчас шки. Давай. Еще? Не, что? Так вы уже снимаете документар... У меня съемка 20 секунд идет. Поймали. Друзья, как танцуют рептизио? Сейчас я в школу. Вот это, да? Ух-х-х! Довели вас! Хорошо, что мне детей нет. И на припев взрыв. Взрыв на припев! Взрыв! Сейчас! Сейчас! Вот это, да? Все, ребят? Или мне нужно? Саша, это никуда не пойдет. Как чувствуешь? Подождите, у нас эфир не идет? Какая разница? У нас эфир не идет. Приветики! Я выполнила ваше божание. Друзья, я повернулась, я уже танцовала под гурткой Днай. Красиво. Я слышала стегнами, как просили, как заваляли. Я вообще уже тут и танцовала, и на шпагат садилась. У меня все было. Вам понравилось? Я выполнила ваше божание. Вау! Да! Задоволена от повелири, хлопцы. Я уже... Да ты не нервничай. Я уже така... После танца. Так у меня все и происходит после гурта Каднай. И у нас есть блитс. Спочатку у нас будет фил. Так, фил, ты готов? I'm filled. I'm filled. You're feeling good. У тебя будет хвилина, для того, чтобы ответить на все мои... На один вопрос? Нет, их будет очень много, а тебе треба все встегнути. Я отвечаю кратко, да, нет. Как хочешь. А, окей. Там есть разные вопросы. Поехали? Конечно. Как ты любишь, когда тебя лагеряно называют? Илюша. Назвай три свои недолики. Ух ты, как сложно. Скоро, быстро, быстро. Я такой человек. Пропускает, пропускает. Давай следующий. Что тебе бесит в диме? Медлительность. Знакомился с девчатами в тиндер? Нет. Останний впечаток, за який тебе было соромно? Я не подвез какую-то женщину, которая опаздывала на вокзал, просто потому, что я вернулся с вокзалом. Доброе. Кто хрупит голоснейше, ты или Дима? Дима. Почему ты перестав лайкать меня в Инстаграм? Я стал меньше заходить в Инстаграм. Останний, кому ты высылал свои интимные фото? Не помню. Писпевал в песнях Диме Коляденко? Да. Блондинки або брюнетки? Брюнетки. Зазнава фиаско, Олежку? Наверное. Опуши в усы Димы Кадная трьома словами на букву П. Потрясающе. Пластичные. Пухлые. Так, доброе. Дима. Это моя любимая его новинка. В усы Ки Димы Кадная. Это интеллектуальный ус. Дима, ну, как тебе? Медлительность. Хорошо. Сейчас будет отвечать в нас Дима. Ты готовый? Да. Ну, запитания будут еще. Я тебе сразу сказал, что... Твоя первая думка, когда ты сегодня прокинулся? Выгулять собаку. Найнезвычное место, где ты был без одежды? Танцкласс. Почему ты только два раза лайкал меня в Инстаграм? Ты больше ничего не выкладываешь. Выкладывал. Рисы характеру фили, которые тебя бесят? Он тоже бывает медлительный. Через тебя выкликали полицию? Да. Сколько раз можешь отжаться от подлоги? 25. Танцовал для кого-то стриптиз? Да. Сколько литров пива можешь выпить за раз? 4. Легко. Первое, что спадает на думку при слове «задоволение»? Это не надо. Очень много. Чего спадает. Твой танец, кстати, вот последнее, что спадает на думку. Пиши Фила три словами на букву «К». К? Так. Каляденко? Да. Не, ну Фил красавчик по-любому. Доброе. Есть еще питание. Мриев про дуэт с выноком. Я? Да. Нет, но я знаю его песни. Ну давай же, что нам там... Мы, кстати, под песню Винника заряжались на Евровидение первое. Да. У нас звучало. А, это было самое так, я так разумею, да? Да. Мы забрасывали бомбу Которвальдом. Бомбу энергии. Бомбу энергии в виде музыки Винника. Да, но учиться было, и что-то еще. Не но, не но. А, не но вообще. А, то есть вы спевали, и таким образом до вас приходила новая энергия, и вы барабанили. Ну так, ты как бы освободишься от всего лишнего. Ну, взагалі, вы знаете спильную мову, когда вы много часу поруч? Ну, например, вы отдыхали вместе. Далее вы будете проживаться. Пришли до меня на эфир. Вы живете вместе, я не могу понять. Не, мы на самом деле не так часто видимся, как тебе кажется. Мы даже на яфте. Фил спал, у него была каюта в носу, у меня в корме. То есть. А, тобто это... Да, он любит больше загорать, потом облазить. Я люблю больше нырять и плавать. Я, типа, вода... Водолаз. Водориба. Я, взагалі, з вами познайомилася на першому Евробаченні, коли вы только прийшли. Тоді, в принципе, мне кажется, по-разному все дізналися. И первое питание у меня было, то, чому гурт называется Каднай. Чому забули про Фила. Ты знаешь, у нас, кстати, был период времени, когда мы придумывали названия какие-то. Помнишь? Да. У Фила была версия Глория, я как сейчас помню. Не знаю, может, для своего коллектива или для нашего. Нет, нет. Для нашего? Такое вспомнили. Да? Я помню. Мы перебирали названия. Да, мы на самом деле все собирались, и действительно у нас были такие большие листочки. Вы голосували, так? Что-то было. Может, нет. Короче, Каднай все. Все. А вашу команду как называют? Каднайцей? По-разному. Пока что я Каднайчики. Каднай, Кадн... Придумай. Три, 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 пяти ты на руку. Друзья, я для вас сегодня уже танцювала, и до меня Блит уже не подходить. Я вам создала все вопросы, но на этом не остановимся. Далее у нас еще больше в губы сегодня Каднай. Гуртка ДНайцей, сегодня в губы. Вечера, я помню, время. Фил, ты как? Счастливый людина? В общем, мы реализовали, да. Круто, мы готовимся. Вокупаем сегодня репетиции, завтра. Близься до микрофона Китти. Так, господи, тут же в губы, да. Микрофон в помаде. Ну, правда, тихо. Много фестивалей крутых. Файна Миста тоже майн-стейдж будем подкорять. В Тернополе. Подкорят и так. Короче, потихонечку двигаемся. Из каких-то, знаешь, сцен за гаражом. И такие были. Ну, вот, можете сгадать, что было три роки тому, например? Три роки тому мы с той же музыкой практически, не считая последнего альбома, на многие фестивали стучались, и вообще был ухуй. А теперь? Я кажу, на разрыв. Да, чуть-чуть пошло, дело, классно. Отлично. Можем делиться музыкой. И в этом году мы же, наконец-то, третий год подряд мы пытались принять участие, точнее, не принять участие, а принимали участие в отборе на Зигите, чтобы поехать представлять Украину. И в этом году супер мочиловки музыкальные, крутящие. Да, потому что были классные очень коллективы, наши друзья. Да, знакомые. Да, и нам выпала честь победить и поехать в этом году на Зигите. Очень ждем, это август будет. Какая реакция была? Ну, я взагалі бачила це відео, коли... Я вообще не понял. Я увидел там какую-то надпись, какой-то край в глазах, я там сбоку стоял, вообще не понял. Все радуются, побежали. У нас в этом году со всеми премиуми так. Неожиданно. Золотая жарптиця вы взяли в перемогу в номинации «Индии». Да. Очень многие люди до сих пор спрашивают, что это? А вы зрозумели, взагалі, как это стало с ним? Або вам вы приняли это, вам приятно, и вы идете далее? Вообще-то это наша первая награда. С нашим басистом Денисом. И девочка-організатор нам говорит, быстро там перепутали тайминг не тот, вам надо возвращаться. Мы бежим. Я говорю, Дэн, где пацаны? Типа непонятно, потому что готовиться. Дэн звонит, прямо в эфире его камера снимает, потому что номинация наша. И в группах одна. И в итоге вручают номинации, пацаны вылетают из-за кулис, мы вылетаем из зала. Очень круто, было необычно. Я даже помню, что для вас в правде это было неочековано, вы не собирались взагалі. Ну, приятно и приятно. Как это? Я вообще хотел две номинации выиграть. Честное слово. Я переживал. Ты мне за кулесами інше казал, залаштонками. Та ні, ні, ні. Мы вообще не о том говорили за кулесами. Дим, про то, что мы уже с вами размовляли, никто не знает и не повинен знать. Далі попереду вас Зигит выказала і клип. Да, Зигит, і ми сняли клип на... Это прям тоже тебе, видишь, ексклюзивы одні. Да, давай. Этого ще ніхто не знає. Ми сняли клип недавно на пісню Кулескова. Так. Де знімали, хто знімав? Всех суперлюбят эту пісню, она очень красива, нам она тоже безумно нравится. І это прям будет, знаешь, такой невероятный камбэк, потому що одна із наших суперлюбимых трилогий, которая была «Симфоні», «Хичкок» снялся один режиссер, Макс Дилер Гир, і снова он уже снял на пісню Кулескова. Ну, это будет мега круто. Мега круто. Ну, і давайте не будем забывати, що там десь місяць, тому навіть трішечки менше тіло вийшло. Ваше тіло вийшло. Наше тіло, да. Тоже крутейшая работа, Лареон Ефремов. Там вообще було все покрито тайною. Типа, ми знали сюжет, потому що ми первый раз работали і снімали видеоработу на «Зеленке». Ти понимаєш, що ти вообще весь клей снімаєш на «Зеленке». Ти понимаєш, тут буде літеть корабль. І ви в космосі. І ви в космосі. Так. Так. У вас такі емоції, як будто там, знаєш, метеорит на світ. Знаєш, ми ж привыкли екшен в те часи, какая-то натура. А це все було «Зеленка». І було просто, знаєш, сюрпризом офігітельно приєтним увидеть финальний результат. Потому що, як він получиться, ми взагалі не представляли. І приблизительно даже. Ну така космічне силу вийшло. Я дивилась цей кліп, мені сподобалось. Попал в супернастроення. І дуже права була. Дівчина у вас була. Ага. Тоже не танцювала під пісню «Відчуваю», як ти. Це був інший кліп, де я танцюю під пісню «Відчуваю». На кліпі «Тило» все дуже складалось. Великолепно. Потрясаюча актриса Лера. Суперкруто. Клас. Слухати, ну, я так розумію, що ви плануєте, може, альбомочек? А може, новий тричочек? По поводу альбома ми ще не думали, не совміщались. Пишем себе отдельно. Я отдельно Філ. В сентябрі ми хочемо презентувати нову концертну програму. Не тільки хотим, а зробимо це. У нас вже дата стоїть. І потому що тільки так нас можна мотивувати. Так. Я так розуміюю, що дату поставила менеджер. Сказала так. Хлопці, я чекаю нову програму. У нас так і з альбомом було. Ми писали ось що. Якщо підтрачок не отримати, то творчий процес немає медленні йде. Коли буде концерт в Києві з новою програмою? Сентябрь. Каке число? Седьмого. Седьмого сентября. Сьомого вересня. Це буде зелений театр. У-у-у! Слушай, стільки ексклюзива тебе сьогодні. Взагалі. Я задоволена. Я і станцювала. І дізналася, що ви один в одному не любите. І що чекати нам у вересні? Які фестивалі будуть у гуртах одна? Друзі, я вам дуже дякую. Це було прикольно. Це було весело. Несподівано. Іноді. Традиційне моє питання. Дякую. Офігінно. Дякую за перегляд. Дякую за танець. Ми тебя любимо. Дякую за твої гляда. Я просто сижу, і у мене за манітором тільки гляда. Видно? Іноді для чоловіків цього достатньо. Тільки очі. Друзі, будемо вас чекати ще в губи, на Радіо Енерджі, усі прем'єри. Ви будете чути у нас. Ну, і звісно, в цій фестивалі ми будемо намагатися об'їздити. І Atlas Weekend, в тому числі, в цей четвер. Так? Будемо чекати. В губи. Це були гуртка Днай. Наступного понеділка. Нові гості, нові емоції. Наступного понеділка.